Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте. Короткий обзор новостей на сегодня. Президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян посетил Пантеон Яраблюш. Вопросы армян в Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Левон Экмечан. День освобождения Суши. Встреча президента Республики Западной Армении с переселенцами Ишуши. Заявление армянской платформы Дерсима. Гагик Тинусян посредством культуры мы пытаемся привлечь внимание к проблеме Арцаха, выселению армян, пресечению этнических чисток. Еще со времен набегов султана Абдулгамида II на мирное армянское население существовали Екропа. 8 мая 1993 года был создан Союз добровольцев Екропа с целью объединения боевых сил в священном деле по защите Родины. Сегодня по случаю Дня Екропа делегация Западной Армении во главе с президентом Арменаком Абрамяна посетила военный пантеон Яраблюш, чтобы воздать дань уважения памяти воинов, погибших при освобождении Родины, преклоняясь перед могилами воинов Ассала, Зуравара Андроника и воинов последней Арсахской войны. Руководство Западной Армении высоко хранит память о солдатах, отдавших жизнь за Родину, которые взяли оружие с целью продолжить освободительную борьбу, достигнув Западной Армении. Президент Арменак Абрамян является 44-м официальным членом Екропа. В военном пантеоне Яраблюр президент встретился с боевыми товарищами и руководством Союза добровольцев Екропа. В поисках идентичности, как бы это странно ни звучало, для обосновавшихся в Германии турецких писателей, предметом изучения и обсуждения становится вопрос геноцида, совершенный против армян. Информацию об этом мы встречаем в произведениях турецких писателей Германии, написанных в середине 1990-х годов. Несомненно, демократическое и либеральное европейское общество создавало благодатную почву для всестороннего изучения исторических реалий и предоставления объективных оценок. Турецким писателям Германии, выросшим по европейским нормам, было намного легче нарушать все еще строго соблюдающиеся в то время табу на тему геноцида в оккупированной Западной Армении. Стоит отметить, что турецкие власти пытались сохранить ряд вопросов внешней и внутренней политики среди граждан, проживающих за пределами страны, таких как Курский вопрос, проблема Кипра, отрицание геноцида, совершенного против армян. С этой целью турецкие дипломатические представительства, от поздней и различные общественные организации, финансируемые официальной Анкарой, развернули довольно активную деятельность в Германии еще с первых лет существования турецкой общины. Подчеркнем, что турецкое правительство в 2010 году, после создания управления турок и родственных обществ, проживающих за рубежом, эта деятельность стала носить более скоординированный и направленный характер, который в настоящее время осуществляется не только по политическим и общественным, но и на образовательном и культурном уровне. Естественно, что одним из пунктов различных турецких организаций, действующих на этих уровнях, была политика отрицания геноцида, совершенного против армян. Также антиармянское лоббирование. В этих условиях становится ясно, что произведения, представляющие не тюркский вариант геноцида против армян, в основном неприемлемы для турецкой общины. Добавим к этому, идущие из Ангары негативные обращения, можем констатировать, что даже для проживающего в Европе турецкого писателя поднятие темы геноцида является достаточно смелым шагом. В ряду проживающих в Германии турецких писателей тему геноцида против армян подняли Зафер Шонеджак, Эминес Евгий Оздамар, Кемал Ялчен. Уроженцы Западной Армении Левон Экмекчан. Левон Экмекчан родился в 1958 году в районе Манти в семье беженцев. Экмекчан – член карийской военной операции. 7 августа 1982 года в 16.15 в войте Асала Зограб Саркисян и Левон Экмекчан вошли в аэропорт Анкары и направились в зал ожидания международных рейсов. Мстители достали оружие в тот момент, когда многочисленные пассажиры авиакомпании «Лютганза», преимущественно турецкие выездные рабочие, оформляли последние документы для посадки в самолет. Началась операция «Карин», разработанная в Вейруте. Один из фидаинов, данный термин используется в оригинале, подбрасывает бомбу, которая взрывается возле паспортного контроля, другой из самодельного автомата стреляет в испуганную толпу. После долгой задержки, вызванной неожиданной атакой, служба безопасности аэропорта переходит в контрнаступление. После бурной перестрелки Левон Экмекчам, будучи тяжело раненым, падает его боевой друг, взяв 23 заложника, запирается в зале ресторана. Американская пассажирка миссис Босфор за попытку побега была убита. Молодому турку студенту университета Анкары Сиктибеки Рзенгер удается выпрыгнуть из окна ресторана. Турецкие полицейские, посчитав его за террориста, расстреливают. После того, как боеприпасы заканчиваются, Саркасян совершает самоубийство, Экмекчам попадает в плед. Министерство иностранных дел и информации Турции позволяет журналистам встретиться с приговоренным к свертной казни через повешение военной инстанции Левона Экмекчаном, где Экмекчан заявляет «Я здесь не как террорист, а как солдат освобождения Родины». Левон Экмекчан был повешен в тюрьме Маммак Анкары 29 января 1983 года. Перед смертью герой написал «Меня никто не посещает, я никого не вижу, я должен контролировать свои чувства и покинуть этот мир». Армянская поэтесса Сильва Капутикян в стихотворении «Ночной реквиум» посвятила Экмекчану. 8-9 мая 1992 года был освобожден арцахский город Шуши, день стал переломным в Первой Арцахской войне. Освобождение Шуши – одна из самых славных побед в истории Армении. Операция была под полным руководством командующего силами самообороны Аркадием Терта-Тавусяном. Боевое имя – командос. Начальником штаба был Феликс Гзуян. 4 мая командос подписал приказ о нападении, который был отложен из-за некоторых подготовительных вопросов. Боевая операция по освобождению Шуши под кодовым названием «Свадьба в горах» началась 8 мая в 2.30 ночи. Завершилась на рассвете 9 мая. Бойцы победоносно вошли в Шуши, после чего на разрушенном куполе церкви «Казачий Цотс» развивался армянский триколор. В ходе боевых действий армянская сторона понесла 57 потерь, противник – от 250 до 300. После освобождения Шуши армянские вооруженные силы также освобозили ближайшие населенные пункты села Бердзорского субрегиона Бердзор. 18 мая открыл коммунитарный коридор, достигли границы Республики Армении. 8 мая в Ереванском представительстве Западной Армении состояла встреча членов земляческого союза Шуши с вынужденными переселенцами города Шуши. В результате 44-дневной войны 2020 года насильственно выселенные из города Шуши обратились в правительство Западной Армении, уполномочили президента Республики Западной Армении господина Арменака Абрамяна обратиться в Европейский суд по правам человека для защиты своих прав. В ходе встречи выступили президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян, председатель движения земляческий союз Шуши Ашут Арутинян и прочие. Президент Абрамян рассказал о подаче исковых заявлений против властей Баку на основании жалоб шушинцев о деталях процесса в Европейском суде по правам человека, сообщив, что первые судебные процессы начнутся до конца года. Отметил важность политического значения данного судебного процесса, поскольку правительство Западной Армении данной заявкой подчеркнуло требования о выводе азербайджанских захватчиков из города Шуши, находящихся на их территории. В ходе встречи были обсуждены вопросы, волнующие беженцев из Шуши, на которые президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян ответил четко, аргументируя. Заявление армянской платформы «Дерсима». Общественная организация «Армянская платформа Дерсима» будет осуществлять деятельность на улице Санат в городе Дерсим в Западной Армении. Сообщаем, что отныне мы начнем преподавать армянский язык в нашем офисе. Ждем ваших книг, документов, касающихся армянского языка, культуры и истории. Солидарность дает стимул жить. Под руководством художественного руководителя Ассамбля традиционной песни и танца Карин Гагиком Геносяном в Ереване 7 мая на улице Баграмяна состоялся открытый урок армянско-традиционного танца в поддержку наших соотечественников, борющихся за освобождение Арцаха. В беседе с Аравот А.М. касаясь проведенных культурных мероприятий, художественный руководитель группы Гаги Геносян отметил. Посредством культуры мы пытаемся привлечь внимание людей к проблеме Арцаха, выселению армян, пресечению этнических чисток. Геносян также добавил, мероприятие проводится по инициативе молодежи Арцаха с целью поддержать сбор подписей нет этнической чистки Арцаха. Мы предложили организовать совместный открытый урок танцев. Многие даже не замечают столика, где собирают подписи. Мы предложили поставить танец, чтобы привлечь внимание людей к сбору подписей, чтобы он был более масштабным. На вопрос, знает ли мир, что происходит в Арцахе, о чем свидетельствует решение Европейского суда и Международного суда ООН, Гаги Геносян ответил. Наша задача проинформировать, чтобы потом не говорили, что мы не знали. Мы пришли поддержать призыв молодежи Арцаха. Если вы спросите мое личное мнение, я отвечу. Мы хозяева нашей судьбы. Даже после решения Европейского суда Азербайджан не сдвинулся ни на метр. Это не заставило Азербайджан оступить. Наоборот, они продвинулись дальше и, мягко говоря, нагло установили новые шлагбаумы. Руководство Западной Армении приветствует вклад и усилие в дело сохранения и обучения армянскому танцевальному искусству. Известного хореографа, участника Арцахской войны Гаги Геносяна выражает поддержку организованной им инициативе. И в заключении новостей послушаем музыкальное произведение. Звучит музыка. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok